Мендвит, мы поговорим о пяти причинах, почему нам сегодня нужен Зая пандита. Нет, пожалуй, в истории айратов и калмыков личности более почитаемой, чем Зая пандита. Он был великим монахом и просветителем, создателем айратской письменности и литературного языка, переводчиком и миротворцем. Зая пандита уважали и слушали суровые айратские и монгольские ханы, а также великие тибетские ламы, включая Далай-ламу и Панчин-ламу. Причина первая. Зая пандита объединил айрат. С того времени, как Зая пандита закончил обучение в Тибете и вернулся на родину, он объехал абсолютно все места проживания айратов. От Волги до предгория Тибета. Своим пребыванием он не давал забыть Волжским Дербетам и Тургудам или Кукуноцким Хошудам, что они, хотя и отдаленные, но части великого айратского народа. Сейчас нам так не хватает единства и осознания себя наследниками великого прошлого. Не хватает мудрости признать и исправить ошибки своих и своих предков. Зая пандита подарил нам учение Будды. До появления Зая пандиты многие айраты уже были буддистами. Но именно Зая пандита делал делами всей своей жизни, положенной на благо айратских племен, утвердил буддийское учение как главную государственную религию. Великий Далай-Лама V, вспоминая о Зая пандите после его смерти, сказал, он вместо меня распространил учение Цонкапы среди монгольских народов. Сейчас мы не понимаем ценности того, что мы буддисты. Именно принадлежность к буддизму не дала нам разбрестись после ухода части народа в 1771 году во время войн и сибирской ссылки. Зая пандита подарил нам жизнь как народ. Третье. Зая пандита перевел учение Будды. Мы были бы буддистами совсем недолго, если бы Зая пандита не сделал труды легендарных индийских и тибетских училей, понятными для нас. Он был самым плодотворным переводчиком за всю историю буддизма у монгольских народов. Его работы, с удивительной точностью передающие оригинальные труды, раскрыли нам глаза на мир буддизма. Сейчас мы мало понимаем его труды. Они написаны сложным языком на неизвестной многим из нас письменности. Они хранятся в неизвестных местах. Да и если совсем честно, зачем нам это нужно? А ведь там заключена мудрость нашего народа. Причина четвертая. Зая пандита создал нам письменность. В мире не так много народов, имеющих собственную письменность. Одним из них, благодаря Зая пандите, являемся и мы. Не создай он, Тодобичик, может быть и мы не знали, чьим и откуда. Ведь на этом письме изложена вся наша история, вся описываемая культура, все традиции и все национальные ценности. Это письмо было достоянием всех народов Центральной Азии. Сейчас мы стремительно теряем свой язык, находясь вдали от родственных народов. Забываем его подлинные значения и смыслы. Разорвали тонкие ниточки слов, связывающих нас с нашими предками. А ее возрождение – главная причина сохранения языка. Причина пятая. Зая пандита – духовная опора. В каждой мировой религии есть свои национальные герои, духовным подвигом ведущие за собой тысячу людей. Первым из подлинных айратских бахисад является Зая пандита, за которым пошли тысячи других монахов и мирян, и постигали учения, и практиковали дхарму. Для нас он должен быть по праву 18-м пандитой в числу 17-ти величайших пандитов буддизма, которые стоят вокруг золотой обители Будды Шахима. Сейчас кому, как не ему, быть примерами опоры для глубокой буддийской практики всех айратов мира, для нашего служения на благо нас самих, для объединения нас под общим айратским флагом, имя которому Зая пандита. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Продолжение следует...